Еще больше зрителей, оваций и эмоций. Один из самых популярных в области Новокуйбышевский театр «Грань» получит возможность расширить зал со 100 до 200 мест. Проект поддержал губернатор Николай Меркушкин на Совете по культуре. Глава региона и работники культурной сферы обсуждают насущные проблемы. В первую очередь, в каких стенах проходит культурная жизнь. Уже сейчас приводят в порядок сельские дома культуры. Идет глобальная реконструкция самарских театров. Сейчас активно идет работа в театре «Самарт». И осенью будем очень активно стараться, чтобы это произошло в начале сезона. Театрального сезона был открыт новый зал. Вторая очередь театра «Самарт» запущена. Идет большая работа в Самарском театре «Кукол». И в ближайшее время нам обязательно предстоит определиться с концепцией реконструкции театра драмы, чтобы уже не откладывая, как Николай уже сказал, может быть уже в следующем году приступить. Но если не к реконструкции, то хотя бы проект надо успеть сделать, это точно. Артисты, художники, библиотекари. В отрасли работает 11 тысяч человек. Региональные власти совершенствуют систему оплаты их труда. Увеличивается заработная плата работников культуры. В период с 2012 по 2016 годы она выросла в регионе более чем в два раза. В 2012 году средняя зарплата работников культуры по области была 10 тысяч 665 рублей. В 2012, в 2016 году 22, округляем 20 на 1931, это практически 22 тысячи рублей. Пока власти решают насущные вопросы работников культуры, сами творцы несут разумные, добрые, вечные в массы. Среди достижений новый фестиваль, который стал визитной карточкой региона, рожденный в сердце России. Ярким примером по созданию новых культурных брендов стал межрегиональный фестиваль набережных «Волгафест». В этом году сразу три театра номинированы на самую престижную театральную премию «Золотая маска». Губернатор отмечает, региональные власти будут делать все, чтобы сфера культуры развивалась. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова